Источник. Конструктор кресла на корабле «Федерация» ушел в частную фирму. Источник. Конструктор кресла на корабле «Федерация» ушел в частную фирму. 72 РИА Новости. Виталий Белаусов. Макет пилотируемого транспортного корабля «Федерация ВРКК «Энергия». РИА Новости. Виталий Белаусов. Макет пилотируемого транспортного корабля «Федерация ВРКК «Энергия». Архивное фото. Москва. 7 РИА Новости. Начальник отдела научно-производственного предприятия «Звезда», ответственный за разработку кресла для перспективного российского космического корабля «Федерация», перешел на работу в частную космическую фирму «Космокорс», где займется разработкой кресел для космических туристов, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Главный конструктор кресла «Чигет» перешел из НПП «Звезда» в частную компанию «Космокорс», где возглавил работы по созданию кресел для суборбитального космического корабля, рассказал собеседник агентства. В компании «Космокорс» не стали комментировать эту информацию, сообщив, однако, что у них работают разработчики и с опытом создания космических кресел. В НПП «Звезда РИА Новости» подтвердили факт ухода начальника отдела, который занимался разработкой кресла для нового пилотируемого корабля, отметив, что без сожаления расстались с данным сотрудником. «Он завалил работы по «Чигету», и мы вынуждены были подключить других людей, чтобы завершить работы. Он ушел, не закончив часть работ», — сказал представитель предприятия. «Это уже не первый уход разработчика корабля «Федерация». Ранее сообщалось, что коллектив разработчиков космического корабля «Федерация» во главе с начальником сектора испытателей летно-испытательного отдела, космонавтом-испытателем РКК «Энергия» Марком Серовым перешел из ракетно-космической корпорации «Энергия» в частную космическую компанию. «С-7 Space» владеет плавучим космодромом «Морской старт», входит в группу компаний «С-7». Осенью 2018 года в компанию «С-7 Space» устроился работать генконструктор корабля «Федерация» Николай Брюханов. Помимо того, в то же время в компанию из РКК «Энергия» перешел генконструктор ракеты-носителя «Союз-5», должна выводить на орбиту корабль «Федерация» Игорь Радуген, а за ним несколько десятков других специалистов. Кресло «Чигет» должно прийти на смену нынешним амортизационным креслам «Казбек» для кораблей «Союз». В отличие от старых кресел, где для каждого космонавта перед полетом отливаются индивидуальные ложемент, повторяющие все анатомические особенности владельца, для перспективного космического корабля было создано кресло, которое может регулироваться под параметры пассажира по росту и объему. Новое кресло будет более удобным, в нем космонавты будут сидеть, а не лежать в позе эмбриона, как в «Казбеке». Вчера, 16.24. С Нижегородского космодрома можно отправлять в полет по 700 туристов в год. Разработка корабля «Федерация» ведется в России с 2009 года корпорации «Энергия». Первый полет корабля намечался на 2015 год, сейчас он планируется на 2022 год. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до 4 человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции до года. Компания «Космокурс» накануне объявила о подписании соглашения о создании космодрома под Нижним Новгородом. Компания планирует осуществлять суборбитальные туристические полеты.